всем привет друзья а у меня для вас сегодня пирог черемшой хотите я вас научу как это делает черемша является начинкой для пирогов пирожков пельменей вареников черемша придает выпечки оригинальный вкус и легкую остроту говорят что где-то в сибири даже установили памятник черемши кстати если кто-то знает напишите мне в комментариях вау и райский сад в ее понятиях такой огромный терем сад где травы сестры травы братья и где-то с краю черемша если зайти в весенний лес там где растет черемша то вы услышите стойкий аромат чеснока вот такой вот насыщенный яркий но это растение внесено в красную книгу поэтому покупать его нужно у тех людей которые занимаются выращиванием этого растения у себя дома на своих приусадебных участках в своих садах и своих огородах ингредиенты для теста у меня на столе у вас на экране и внизу под видео где вы найдете кнопочку подписаться лайкнуть и нажать на колокольчик чтобы все время быть в курсе моих новых рецептов это мой любимый рецепт теста который я всегда много уже десятилетий готовлю себя на кухне для специально для пирогов с начинкой и так технология приготовления мы сначала приготовим опару замесим тесто дадим ему подойти отстояться а потом собственно говоря сформируем пирог с начинкой из черемши театр начинается с вешалки а тесто с опары поэтому давайте начнем приготовление нашего пирога для опары я подогрев молоко смешаю сухие ингредиенты сахар дрожжи и добавлю чуть-чуть муки разбавлю это теплым молоком дам подойти опаре а потом замешу тесто самое теплое место в моем доме сегодня это духовочка я и разогрела до температуры 40 градусов и здесь подойдет моя опара и так готовую опару соединяем с солью растительным маслом мукой и все собственно говоря тесто готово если тесто прилипает к рукам вы можете смело добавлять еще немножечко муки вот тесто очень благодарное она очень хорошая и вы его просто должны вымешать так чтобы она не липла к вашим рукам я очень люблю заниматься с тестом и она мне отвечает взаимностью видите как быстро просто и вот до чистых рук я обязательно смазываю мисочку маслом и кладу туда готовое тесто для прекрасного схода все отправляем теплое место для того чтобы она подошла та что проста и безыскусно не ягода и не цветок совсем как лук хотя по вкусу совсем не то совсем не то пока поднимается тесто я приготовлю начинку для этого я мелко нашинкую нашу черемшу покрышу яйцо и вы знаете что компаньоном к яйцу является укроп поэтому я обязательно в эту начинку добавлю укроп черемша это аморелисовое многолетнее травянистое растение черемша считается полезной для сердечной мышцы она содержит калий йод медь фтор очень много микроэлементов но и самое важное что настоем черемши лечат кашель лихорадку и бронхит соль и перец конечно же по вкусу перемешиваем очень аккуратно потому что черемша продукт нежный я вам говорила что меня тесто любит посмотрите сколько его много как оно подошло как она мне рада кстати тесто базовое она будет любить всех поэтому готовьте тесто нежная начинка нежная и пирог у нас получится самым нежным капельку теста я оставлю для украшения все остальное раскачаю и сделаю прекрасный пирог если хотите попробовать начинку на вкус то самое время сделать это сейчас потому что мы сейчас я закатаем в пирог и уже дальше она пойдет духовочку пирог уже на жаровне и сейчас мы его будем украшать ну и конечно же давайте глазернем для красоты наш пирог для этого я взяла яйцо взбила и вот так вот вот закрасила и так отправляем пирог в духовку 180 градусов 45 55 минут зависит от вашей духовки мой пирог готов достаю и демонстрирую пожалуйста вот такой красавчик у меня получился как пахнет как ароматно дорогие подписчики надеюсь этот мастер-класс был не сложным а вдохновляющим поэтому готовьте такие пироги и шлите в мои соцсети я с удовольствием полюбуюсь на ваши шедевры и тоже про лайк и прокомментирую всего вам доброго готовьте как я готовьте лучше меня готовьте для своих любимых с вами была елена беседовская и